Первая встреча президента Соромба Дженбекова с представителями средств массовой информации на посту главы государства прошла в государственной резиденции Аларча, на которую было аккредитовано более 170 журналистов из 84 средств массовой информации, в том числе местные и зарубежные СМИ. В начале мероприятия глава государства поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы в стране были мир, стабильность, процветание и согласие. Первым вопрос был задан журналистам телеканала «Пирамида» относительно оценки им уходящего года и себя в роли главы государства. Он отметил, что в этом году страна успешно провела ряд международных мероприятий и поделился успехами страны за уходящий год. Он отметил, что решен вопрос с пособиями для родителей, детей, инвалидов и другие вопросы. Саунас форматту Сорумбай Шарипович, конференциям қатышу училары. Атым Джейна Гүлталас қызы, «Пирамида» телеканалы. Алғачқы Сұру, сізден президентгеншіңіздің бірінші жылы артта қалды. Дал ұшыл жылда атқарылған іштерге сіз өзіңіз қандай ба бересіз? Кандай іштерді атқарғанға өлгірбей қалдыңыз? Біз аймақтарды өніктерің ойынша бұл жылы біз бардық мәмелекет орғандардың көңілінің аймаққа болған келу атқан кредит гранттарды бюджеттен алған мүмкіншілдерді аймақтарға өніктеріңгі бұрғанға мұна шуға жетістік. Бұл айтықпетейін, бұл аймақтарды өніктерің ойынша бұл бір жылдығы шемес. Мені мең өтім, 23 жылға шең Құда қаласа Құдайын бұрыса, бұл аймақтар өніктерің жылығы қыттауыз. Продолжение следует... Второй вопрос был по поводу списка по деньгам предвыборного штаба президента, который опубликовал адвокат Нурбек Токдахонов и прокомментировал Алексей Васильевецкий. Глава государства отметил, что с ним он встречался, когда он был губернатором Ордской области. Если он получил 170 тысяч долларов, пусть придет и ответит, напишет объяснительную. Фарид Незов тоже должен ответить, как начальник избирательного штаба, заявил Сорамбай Джейнбеков. Такой вопрос был, если вы будете с ними? Дальше вопрос был, что если бы я нашел фунт, то займ SUОМ. Как вы должны答ить, если бы вы извините, что вы получаете. Дальше вопрос был, что вы получаете агентство на острове Токдахонов и затем как вы получаете агентство на острове Токдахонов. Также глава государства Соромба Джейнбеков на своей итоговой пресс-конференции рассказал, куда будут направлены средства, поступающие на спецсчет в результате выявления коррупционных явлений. После чего он рассказал всем о своих родственниках и отметил, что он не допустит семейно-кланового режима правления. Я был в Кыргызстане, если я был в Кыргызстане, я был в Кыргызстане. Я был в Кыргызстане, если я был в Кыргызстане, я был в Кыргызстане. В этом есть вина и власти, отметил он и сказал, что в Кыргызстане не должно быть неприкосновенных. В нашем стране не должно быть неприкосновенных. Всем закон, всем должен быть одинаковый. Если прокурор, как вы говорите сейчас, если начальник милиции будет открывать уголовное дело, потом закрывать, какой порядок будет, порядка никогда не будет. Если будет жесткая дисциплина, и все будут понять законы, которые у нас есть, тогда будет порядок. Мы сейчас над детями работаем, поэтому делаем реформу судебных органов и правоохранительных органов. Реформу судебных органов и правоохранительных органов и правоохранительных органов. Я не знаю, что я занимаюсь, но и в Кыргызстане может уничтожаться. Я не знаю, что это будет. Я думаю, что я придумаю, что я пытаюсь купить угроза, заходить на фирмы. , Я нам покажу на 30-е джера. А я пошел так. Мне это будет несколько вопросов. В эту работу была революция. Но я не знаю, что я видел этого. Видел их юный, что я не знаю. Видел этот вопрос. Я посмотрел это, посмотрел это. Кроме того, глава государства рассказал о своей роли на будущих парламентских выборах, отметив, что его главной задачей является обеспечение чистых выборов. Они должны сами очищаться. Они тоже должны вводить в свои ряды принципы демократии. Они тоже должны смотреть над своими списками. От списка партий зависит качество парламента. Поэтому там тоже нужна демократия. Также он прокомментировал вопрос по поводу лишения иммунитета экс-президента. Если бы закон был написан из-за Тамбаева, я выступил бы против. Но неприкосновенность противоречит положению Конституции. Все люди равны перед законом. Этот закон касается и меня, отметил он. Также президента спросили о позиции страны по отношению общих вопросов к государствами и партнерами, а именно по этническим кыргызам, содержащихся в китайских лагерях, о построении второй российской военной базы на юге республики и другие. Не остались без внимания и политические персоны, как Текебаев и Бабанов. На ряд вопросов, основанных на журналистских расследованиях, он дал обещание тщательно изучить факты и дать позднее конкретные ответы. В общей сложности за 3,5 часа президенту страны было задано около 40 вопросов.